Доброе утро, подписчикам и гостям! Я Джетли и сегодня я ходила на фильм Мастера Маргарита и я скажу две причины, по которым стоит на этот фильм пойти. Это сиськи и когда вы заинтересовались уже, это невероятно стильный фильм. Во-первых, там очень хорошо история вот этой вот Мастера Маргариты, она укомпонована. И понятно, что в каких-то моментах вот этих вот фантазийных, сказочных, это все происходит либо у кого-то в голове, либо это происходит на бумаге. То есть нет такого, что вот это прям фантазийный-фантазийный фильм, как было изначально. То есть у меня изначально впечатление создавалось от первого фильма, который был снят давно. Неважно, сериал это или фильм. Для меня это фильм, потому что если смотреть Мастера и Маргариту, надо смотреть этот сериал как бы сразу. Если сравнивать то, что происходит в новом фильме и в старом сериале, то в новом фильме гораздо понятней, что фантазийные моменты, сказочные, они происходят либо в голове, либо на бумаге. И переход от этого идет гораздо приятней, гораздо понятней. И вот я думала, что история в истории в истории будет нифига не понятно. И она запутает, вообще полностью запутает зрителя. Но на самом деле вот эти вот ступени повествования, они идут очень плавно, как оказалось, да, и очень аккуратно. И понятно, когда история вот выходит из первой истории, понятно, когда она выходит из второй истории, понятно, когда она опять погружается там в историю, которая была до, да. И все эти моменты крайне понятно. Это же хороший фильм, это по-настоящему хороший фильм. Там были и красивые тела, и с художественной точки зрения очень красиво снято все, и хорошая графика, и интересные моменты вот с котом-бегемотом, который, ну, на минуточку, Мэйн Кун. В конце концов, там были сиськи, и сиськи, и сиськи там тоже были, и сиськи, и кто бы что ни говорил, сиськи там тоже присутствовали, понимаете? Вот эти сиськи Маргариты, вот это были сиськи, просто невероятные сиськи. В принципе, в этом фильме были, было все, что любит интернет. Сиськи и котики, понимаешь? Сиськи и котики, это просто квинтэнсенция очень хорошего фильма. И Волан там был довольно молодой, это тоже не минус, если вы понимаете, о чем я. Маргарита была очень красивая и в своем амплуа, которое было у нее изначально, и в амплуа Маргариты именно книжный. Еще тут был суицид, на минутку суицид, это вот, что вышло очень драматичной концовкой. И психбольница, в которую заточили абсолютно всех, и сначала ты не понимаешь, кто эти люди вообще, кто это такие, а потом ты втягиваешься и начинаешь понимать, ты начинаешь отличать эти лысые бошки, как в армии. Начинаешь понимать, что это не твой парень. Хорошо, что я не ездила никуда в армию. Это серьезно, блядь, как отличать эти лысые бошки друг от друга. Вот, короче говоря, фильм мне очень понравился. Я вам советую его посмотреть хотя бы из-за Маргариты и сцены с этим сатанинским балом, когда ей поцелуями натерли коленочку. Понимаете, на коленочке были синяки из-за того, что ее очень много целовали. Также у нее было два образа. Образ Луны, моей любимой, да, и образ Солнца. И когда у нее был образ Солнца, ее сисечки прикрывали пейстисы золотистые. Но образы, конечно, это вообще просто бомба. Если вы хотите вдохновиться чем-то, то вот реально стоит посмотреть. Мне он понравился режиссурой. Мне он понравился тем, что сюжет сделали более понятным. Потому что сразу... Ну, с первых секунд непонятно, конечно, нифига. Но потом, когда уже втягиваешься в фильм, ты начинаешь переключаться. То, что вот это вот происходит в голове. Окей. Это из-за того, что этот чел ударился головой, там, когда его толкнули. И он там начал видеть глюны, да. Потом его в дурку определили. То, что вот это все из рассказа. Нет. Мне очень понравилась вот эта основная линия, которая именно повествует о романе, который написали, который сделали, и который читают. И когда уже его читают, вот эти образы невероятные, красивые, приятные и просто стильные, да, они уже не обособлены. Они не стоят где-то отдельно. Ты понимаешь, что ты смотришь то, как читают роман, как читают произведение. И уже нет такого, что вот, там какая-то бобень намазалась кремом просто с нихера, да. Ну, понятно, что ей дал дьявол, то, что это типа в реальности происходит. И то, что она начала летать там вот это вот. Да, это сериал, он по-своему прекрасен. Он прекрасен именно своей фантазийностью. Но если смотреть со стороны реальности, то тут, конечно, интересней фильм. Там показали такой воздушный СССР большой, которого никогда не было, как в Atomic Heard, без сестёр, правда. Но как бы там были сёстры. Правая и левая, да. Вот, но... Эти сёстры, кстати, тоже ничего. В кинотеатре показали сиськи. Ребята, ребята, идите в кинотеатр на большом экране смотреть на большие сиськи. Это же... Это же... Это же просто... Стоит того. Ну, единственное, чем мне не понравился фильм, это вот то, что... С первых секунд ты не понимаешь вообще, что происходит. Что, блин, происходит? Нет, потом втягиваешься, но сначала непонятно. Сначала как бы какая-то психушка, какая-то Аннушка, какая-то баба, блин, в квартире всё бьёт. Что происходит? Не ясно. Ну, просто знайте, что... Либо этот фильм вам придётся смотреть два раза, чтобы понять, что происходит. Но в первый раз вы вполне сможете насладиться красивыми кадрами. И спецэффекты приятные, прикольные. И вот это вот... Аттракцион невиданной щедрости с Воландом в театре тоже как бы очень красиво сняты. Там тоже есть сиськи. На полсекундочки, но это прелюдия. Это чтобы вы это подготовились. Вы уже давно поняли, что я восхищена фильму. Надеюсь, вы его посмотрите, и он вам понравится не меньше, чем мне. Но если не понравится, пишите комментарии, типа, что вам не понравилось в фильме. Если вы смотрели этот фильм, также пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Сходили бы вы еще раз на этот фильм или нет. Подписывайтесь на ТГ, потому что в ТГ мы там общаемся, разговариваем. Я анонсирую стримы и все прочее. Подписывайтесь на Бусти, потому что там выкладывается некоторый материал, который нет в сети, кроме как на Бусти. И на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Приятного дня, вечера, ночи. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok